Россия – это большая страна, многонациональная и многорелигиозная. Россия – это большая страна, многонациональная и многорелигиозная. Россия – это большая страна, православие и ислам. Россия – это такой уникальный феномен в истории. Россия – это большая страна, многонациональная и многорелигиозная. Россия – это такой уникальный феномен в истории. Россия – это большая страна, многонациональная иностранная. Россия – это большая страна поэтому неоднократно нам приходилось бороться за свою независимость и свободу. На самом деле, в нашей стране, с самым тяжелым образом прошли две мировых войны. И самые большие потери в этих войнах понесла Россия. И в этих войнах, мы, православные и мусульмане, были вместе, и мы сражались за свободу и независимость своей страны. И в этих двух войнах, мы, христианские и мусульмане, были вместе бороться за свободу и свободу в нашем стране. Сегодня у нас активно развивается взаимоотношение с исламской общиной в России, в православной церкви. И, конечно, особенно в тех регионах, где ислам представлен большим количеством населения. Но и там, где мусульмане составляют небольшую часть общества, отношения с православной церкви тоже находятся на очень высоком уровне. И, конечно, даже в регионах, где только мусульмане с мусульманами, у нас есть хороший уровень отношений между мусульманами и мусульманами. Я хотел бы несколько слов сказать вам о моем понимании того, что сегодня происходит в мире. Я хочу представить мою мнение, очень breve, о том, что происходит в мире. Система безопасности и системы международных отношений, которые более 70 лет назад, после Второй мировой войны, были созданы, она, похоже, что исчезает. Я думаю, что с системой безопасности и системы международных отношений, построен более 60 лет назад, после Второй мировой войны, я думаю, что он исчезает. И, конечно, очень много угроз, которые могут нанести трагический ущерб всей человеческой цивилизации. И поэтому сегодня религиозные лидеры, которые, как мне кажется, несут особую ответственность за мир и согласие в человеческом обществе, должны активно включиться в то, что мы называем борьбой за этот мир. И это для того, что сегодня лидеры религиозные лидеры, которые имеют особую ответственность за мир и за мир, должны начать в то, что мы называем борьбой за мир. И христиане и мусульмане обладают большим потенциалом, чисто человеческим, интеллектуальным, культурным, финансовым. И, конечно, с совместными усилиями, мы можем много сделать для того, чтобы мир стал лучше и спокойнее. И мне кажется, что отношения между православными и мусульманами могли бы развиваться по разным направлениям. И на двусторонней основе, и на основе взаимодействия между нашими организациями, имеющими всемирный характер. Я думаю, что несколько направлений могут быть возможными в развитии наших отношений, особенно в билатеральном, но также в отношении глобальных организаций. Что касается отношения России к странам третьего мира, как теперь говорят, и я бы хотел особенно подчеркнуть к странам Африки, то эти отношения имеют, я думаю, достаточно прочный характер. В своё время, Советский Союз играл, я думаю, решающую роль в падении колонialизма. Он поддерживал национальные освободительные движения. И снабжая и финансами эти национальные освободительные движения. И наша страна была всегда на стороне тех, кого эксплуатировали и кто страдал на Африканском континенте. Сегодня изменились времена, но они не стали проще, они не стали легче, они не стали спокойнее. И я думаю, что теперь, перед новыми глобальными вызовами, христиане должны иметь возможность тоже объединяться для того, чтобы вырабатывать свой общий ответ на эти вызовы. И, фасе дефи глобал, которые являются сегодня, я думаю, что христиане должны иметь возможность тоже объединиться для того, чтобы у них была возможность обмениваться мнениями, как говорится, сверять часы, сверять свой курс и вырабатывать ту позицию по международным вопросам, которая могла отвечать интересам двух сторон. И я думаю, что христиане и христиане должны иметь возможность обмениваться, чтобы обмениваться, чтобы обмениваться, и обмениваться, чтобы обмениваться, чтобы обмениваться, чтобы обмениваться, чтобы обмениваться. И именно вам, как генеральному секретарю организации исламского сотрудничества, я и хотел сказать о нашей готовности взаимодействовать с исламским сообществом во имя мира и справедливости. И это именно вы, в вашем качестве секретаря генерального организации исламского сотрудничества, что я хочу сказать, что мы готовы кооперировать в том, чтобы обмениваться и обмениваться. Еще раз добро пожаловать в Москву и еще раз выражаю удовлетворение возможностью встретиться с вами и обмениваться мнениями. Еще раз добро пожаловать в Москву, я поблагодарю вас и обмениваться с вами и обмениваться с вами и обмениваться с вами. Спасибо. 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 Спасибо за все что вы говорите. Это первое время мы встретимся вместе с этим вопросом. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за все что вы сейчас сказали. Очень знаменательно что мы сейчас с вами первый раз вместе здесь встречаемся. Для нас это большая радость, для нас это большая честь. И действительно мы можем обсудить, как можно сотрудничать, найти некоторые пути сосуществования христиан и мусульман. Я действительно считаю, как вы правильно выразили, что нам нужно действовать за то, чтобы был мир. Спасибо. 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 Большое спасибо. 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 Большое спасибо. Я считаю, что мы смогли найти точки соприкосновения и поняли, что наши подходы во многом совпадают. Поэтому я считаю, что мы вместе можем работать в этих направлениях. Сегодня мир угрожает террористическая угроза. Она затрагивает весь мир. Мусульмане сражаются против мусульман и против христиан. Это действительно мировая угроза, которую можно преодолеть только вместе. Сегодня нужно выступить единым фронтом против тех речей, которые возбуждают ненависть. Они часто распространяются в социальных сетях. От них, в частности, страдает молодое поколение. Нужно вместе бороться с этой угрозой. В этом году, в Астана, на конференции, на дуэзи и северный фронт, на северный фронт, на северный фронт. чтобы поговорить между нашими религиями. Потому что, в организации, в которой я был секретарь-генерал, представляет 57 страны в регионе, 57 страны исламики. И так, много людей в таком месте. Если мы говорим сегодня, потому что мы их представим, мы думаем, что мы можем вместе, мы можем вместе работать с вами и смотреть, как мы можем бороться к этому экстремисту, к этому границу, чтобы идти в прогресс. В Эстонии недавно проходила конференция. Это был межрелигиозный диалог. Мы очень поддерживаем такие инициативы. И мы там лично присутствовали. Я считаю, что лучший способ бороться с экстремизмом – это встречаться и вести диалог. Вот наша организация, исламского сотрудничества, в ней 57 стран, 57 исламских стран. Это очень много. И мы сегодня с вами здесь беседуем, потому что мы считаем, что мы можем работать вместе, мы можем вместе бороться против экстремизма, против, как я уже сказал, возбуждения ненависти, для того, чтобы приходить в итоге к прогрессу. Мусульмане действительно хотят и намерены вести с вами диалог, в том числе наша организация этого очень хочет. И я действительно считаю, что с сегодняшнего дня, начиная, мы могли бы проводить регулярные встречи, беседовать, для того, чтобы дать ответ тем явлениям, которые сейчас в современной жизни присутствуют. У нас проходят два раза в год министерские встречи, встречи на уровне министров иностранных дел. И во всех резолюциях мы заявляем о том, что мы осуждаем терроризм и призываем страны к миру и согласию, призываем бороться с терроризмом. Мы хотим максимально дистанцироваться от тех группировок, которые несут разрушение и смерть человечества. иностранных дел мы постоянно призываем к диалогу, к диалогу на уровне народов, к диалогу на уровне религии, и в рамках организации объединенных наций. Вообще везде, где мы присутствуем, мы всегда говорим, что вот 57 наших стран, они действительно хотят и готовы бороться с терроризмом, с речами, которые возбуждают ненависть и с различными другими феноменами, которые представляют угрозу. Игорь Михайлович, когда мы встретились, мы встретили муфти в Москве, и он ему тянет один язык, 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 язык. И что все эти дискурсы о религии, мы должны речить вместе, потому что они все отражают. Мы все обманули, и поэтому мы должны делать вместе этот феномен. До того, как приехать с вами к вам на встречу, мы встречались с муфтием Москвы, и мы разговаривали с ним на том же языке, на языке мира, на языке мирного существования. Нам нужно вместе выступить против той ненависти, которая сейчас царит везде. Благодарю вас за эту встречу, и хотел бы пожелать вам тоже помощи свыше на ваши труды и на ваших коллег, и на то доброе дело, которое вы совершаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok